Приветствую вас, Александр. Давайте разберемся с тем, что вы написали. Вы говорите о том, что расстались с молодым человеком, со своим, из-за того, что он недоволен вашим образом жизни, что вы курите, что вы скандалите, что вы его просите о чем-то. Вот, все это ему не нравится. Соответственно, вы хотите его вернуть. Хотя человек вам, ну, не сказать, чтобы подходил. Зачем? Вопрос. Вопрос заключается в том, почему вы хотите его вернуть. Вопрос заключается в том, какими видятся ваши отношения в дальнейшем. Потому что совершенно очевидно, что мужчина свою позицию не изменит. Вот. Его, ну, его предпочтение, это его предпочтение. Вряд ли его предпочтение станут другими. Вот. И не очень понятно, в какой видится ваша перспектива в отношениях. Вот. И, собственно, для чего вы хотите его вернуть. Ну, то есть, зачем хотеть вернуть, чтобы что, если он с вами явно, ну, явно он с вами не счастлив. Я имею в виду мужчина, а с вами явно не счастлив. Вот. Дальше. Как справедливо сказала моя коллега, придется измениться, если вы хотите его вернуть. Но, вместо тем, нужно понимать, что вы, скорее всего, сами, того не желая, вы уязвили мужское самолюбие. Тем, что просили у него каких-то вещей, которые он по ему одному понятным причинам не, значит, ну, не делал. Вот. Вот. Вот это я очень важно понимал, что человек уязвлен, человек ущемлен, вот. И он чувствует себя с вами не достаточно мужественно, я бы сказал. Вот. Значит, так что даже если вы изменитесь, то не факт, что мужчина захочет с вами быть. Имейте просто это в виду, потому что это очень важная история, это очень важный момент. И если меняться, то меняться, конечно, исключительно для себя, а не для него. Вот. Потому что мужчина может и не отменить того, что вы сделали. Ну, просто мужчина может не отменить и не понять того, что вы сделали. Вот. И вы будете, ну, по факту, да, вы будете разочарованы только, конечно. Вот. И все. Вот. Поэтому аккуратно, пожалуйста. С эти аккуратно. В этом направлении. Вот. Ну, двигайте в этом. Аккуратно. Вот. Мне кажется, что, крайне легко здесь себя, скажем так, ну, потерять, крайне легко здесь потерять себя, крайне легко здесь, вот, увяпнуть, вот, в том число, вы хотите его вернуть. Вот. Вполне возможно, что этот человек просто не ваш, не ваш. Так вот, вполне, 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 может быть. Ну, вот. Хотя, безусловно, что может быть. В любом случае, сейчас вам нужно сделать паузу, вот, нужно отдать молодому человеку, человеку побить без вас. Нужно отдать ему время, вот, нужно отдать ему время, вот, чтобы он побил без вас, чтобы он понял, что ему нужно, чтобы он понял, что он хочет. Вот. Вот. Ну, поддерживать, ну, вообще, такое вот на уровне дружественного, чтобы не вызывать у него какого-либо негатива и чтобы, ну, чтобы, грубо говоря, расположить человека к себе. Вот. Вот. Параллельно, параллельно, очень важно определить для себя цели, для чего вы хотите, чтобы он был вам, для чего вы хотите, грубо говоря, его вернуть. Вот. Вот. Это ключевые моменты, которые вам необходимы для себя определить. И тогда вы сможете скорректировать свое поведение без преувеличения идеально. Вот. Вот. Пока что, конечно, вы в большей степени зависимы от него и от его поведения. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok